Друзья, мы узнали, что в наших краях, вот именно в этом лесу, где мы ходим, сейчас появились грибы. Но в связи с тем, что было очень сухо этим летом, очень было засушливое лето, поэтому в основном сейчас есть только подосиновики. И подосиновики люди находят в тех местах, где были болота. Раньше это была болотистая местность, здесь было много воды. Подосиновики росли только вот подосинами. Я находилась здесь раньше. Сейчас же люди прям заходят внутрь самого болота. Мы сейчас идем внутрь самого болота. Здесь когда-то было болото, но в связи с тем, что все высохло. И находят подосиновики вот именно в камышах. Можно их назвать сейчас подкамышники. Не подосиновики, а подкамышники. Покажу вам. Нашла сыроежку. Идок! Ну, потерялась я была. Нашла сыроежку. Сыроежечка появилась. Вот такая красавица. Уже кто-то ее погрыз немножко. Погрыз, погрыз, погрыз. Почему называется сыроежка? Потому что можно кушать сырой. Но мы почему не берем, они очень хрупкие. Сыроежечки. Видите? Вот это такая. Они на вкус вкусные. Розовенькая, розовенькая сыроежка. Возьму, коль ничего нет, возьму и сыроежку. Всегда съедобный гриб. Съедобный, он и называется съедобный. Поганки никогда не едят червячки всякие. А съедобный гриб едят. И зайчики, и червяки. И потому что он съедобный. Ну, идем дальше. Идем дальше. Есть сыроежка. Но все-таки хочется найти маслючка. Хочется найти подосиновика. То, что у нас есть в нашем лесу. Сейчас, как мне сказали местные жители, те, которые знают наши лески, которые здесь живут рядом, и они знают все места. Они сказали, что есть только подосиновик. И появились маслючки. Друзья, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. До новых встреч в эфире. Субтитрыaru. Субтитры сделал DimaTorzok.